сегодня в программе друзья я сам нашел трюфель точнее выкопал его конечно не такой большой как первый который нашел наталья ну вот мой трюфель я буду правду говорить только правду положи руку на сердце пожалуйста окей моей бабушке спасибо все время когда как и вы тоже когда маленький был все время в кухне был бабушки мешал и помогал здесь такая туда-сюда и потом чао леди и джентльмены вы когда-нибудь слышали про охоту на трюфели я вот до приезда в италию никогда об этом не слышал и никогда даже не знал что такое возможно я приехал в коммуну кастельоли где меня ждает наталья он готов познакомить меня и рассказать как правильно собирать трюфель где они растут да и вообще все о труфелях готовы пойдемте известные во всем мире красотой природы и гастрономическими изысками асти является одним из самых интересных городов для посещения в регионе пьемонт расположен регион между холмами ланге и монферрату своими пейзажными картинами которые создала сама природа славится этот чудесный итальянский город исторический центр асти сохранил множество старинных дворцов и башен построенных богатыми семьями в позднее средневековье город процветал в 10 13 веках потом в течение трех ста лет переходил из рук в руки пока не попал под власть совойского дома в 1575 году что позволило асти вернуть былую славу город разделен на новый барочный центр расположенный вокруг пьяца альфьери а также средневековых город сосредоточенный вокруг пьяца сан секунда с ее романским собором с одноименным названием и вот меня встречает наталья романьола человек который собирает и ищет трюфели уже в пятом поколении бонжорно бонжорно как поживаете откуда вы приехали я из санкт-петербурга россия ух ты добро пожаловать в наше семейное поместье в этом доме родился и мой брат и моя сестра вон в той комнате много лет назад историческое место да этот дом был построен 150 лет тому назад это очень известный дом в этом регионе и ведь так конечно же потому что это дом искателя трюфелей я искатель трюфелей в пятом поколении и это не работа скорее хобби для нас наша страсть я думаю что многие знают вас и когда они ходят где-то рядом то думают о я его знаю и все они хотят поздороваться с вами или сделать вместе с вами фото вы же звезда вы звезда этого региона я всего лишь искатель трюфелей всего лишь известный искатель трюфелей настоящие звезды это мои собаки мне нужны собаки без собак найти трюфели практически невозможно а еще можно использовать свиней да много лет назад использовали свиней да я знаю но почему сейчас трюфели ищут именно с собаками они со свиньями как раньше свиней использовали много лет назад свинья роет носом и может съесть трюфель тогда невозможно то есть они находят и съедают да с собаками лучше их можно дрессировать также очень важны отношения между собакой искателем трюфелей со свиней построить отношения не так легко невозможно точнее сказать наталья расскажите а что это за предметы ах да это инструменты искателя трюфелей у искателя трюфеля собой всегда есть палка ею он управляет собакой а когда он встает то цепляет палку за воротник и собака его тащит вот очень важный инструмент он довольно старый не так ли этот кстати именно этим инструментом был найден этот трюфель вы видите эти инструменты на фото этот инструмент тоже использовался когда был найден этот трюфель этот человек еще жив и он дал мне все эти инструменты в качестве подарка а это мой личный инструмент он используется когда собака начинает рыть и мы достаем трюфель нужно быть аккуратным чтобы не испортить трюфель собака тоже может съесть трюфель поэтому нужно быть очень внимательным и осторожным да и это еще не все тонкости прежде чем заманивать вас на эту тихую охоту в италию ответим на популярные вопросы что такое трюфель и как он выглядит и где растет трюфель это подземный гриб видов трюфеля существует множество но чаще грибы делят на черные белые иногда добавляя регион произрастания для подчеркивания ценности гриба черный трюфель из перегора во франции белый трюфель тубер из пьемонта в италии белый трюфель как его наземный тезка ценится за необычайный аромат внешний вид трюфелей различен небольшие по размеру грибы размером с лесной орех напоминают комочек земли неправильной круглой формы при удачной охоте иногда попадаются увесистые экземпляры достигающие килограмма а то и полутора в разрезе трюфель представляет собой жилистую структуру отдаленно напоминающую мрамор но на структуру мало кто смотрит все начинают принюхиваться ибо главное достоинство трюфеля это запах аромат трюфеля учуяли еще древние римляне посчитавшие гриб афродизиаком воспринимают этот аромат люди по-разному одни не чувствуют другие чуют запах гнилого леса для остальных же это что-то незабываемое чесночно-мускусное благоухание проверьте и вы себя на восприимчивость к этому аромату приезжайте поучаствовать в охоте на трюфель в пьемонте а наша охота начинается прямо сейчас хорошо подождите минуточку я хочу дать вам шляпу искать или трюфелей она очень старая видите какая ветхая сейчас я покажу вам сюда трюфеля прошу собаки помогут нам искать трюфели смотрите у нас три собаки рина прием итак это карина эта девочка ей девять лет она сестра брио брат и сестра так вот брио а ему сколько лет девять лет брио ирина это помесь английского поинтера или вредке а вот это лицей давайте-ка их покормим умницы охота на трюфель не так проста как кажется на первый взгляд охотятся на грибы со специально обученными собаками которые после продолжительной дрессировки способны учуять аромат за пару-тройку метров ранее миссию главных охотников выполняли свиньи но найдя вкусный ароматный гриб поступали соответственно съедали его с радостным похрюкиванием вовремя отогнать поросенка и отнять у него добычу получалось редко так что на смену свиньям пришли собаки к трюфелям эти животные равнодушны но поощрение в виде собачьего сухарика с радостью примут итак мы пойдем с брио и попробуем с вами что нибудь найти хорошо с богом пытаюсь быть похожим на наталья костылик шляпа резиновые сапоги и удача которая будет с нами не переключайтесь друзья это неизвестная италия в итальянском пьемонте середина октября разгорается охота на трюфели и эти подземные грибы обсуждаются итальянцами на каждом углу в каждом издании и в каждой передаче посвященной кулинарии в отличие от своего сородича черного трюфеля белый редчайший деликатес и по мнению многих один из самых востребованных продуктов в своем роде трюфели невозможно культивировать они растут в регионе пьемонт в альбе и асте смотрите как с как нацелен а брио полная концентрация у него вот это вот эта ищейка настоящая красавчик брио давай куда нам эти выбирай о брио брио охотник охотник ждал то момента чтобы выйти на охоту вот начинает уже искать наталья вспоминает отец начинал охоту в четыре утра затем возвращался завтракал не капучино и круассаном а чесноком анчоусами томатами и яйцами большому охотнику большой завтрак потом он уходил на работу возвращался и искал трюфели с восьми вечера и до полуночи и так было каждый день здесь начинается местность где мы можем найти но это не точно видите вот те старые тополя они желтыми листьями справа липа а еще здесь есть и вы и старые дубы это четыре вида деревьев которые могут производить трюфели это уже известно давно думаю он уже готов да он готов сейчас мы это снимем так а вы готовы до 3 2 1 поехали давай брио ищи брио ищи трюфели ищи трюфели ну а мы будем наслаждаться природой и погодой прогуливаться по итальянскому лесу на этой территории мы находим трюфели в ноябре и декабре пройдем еще 50 метров к дереву которая может производить трюфели в это время года ищи брио ищи давай чтобы охота на трюфели удалась нужны собака плодородный лес и терпение растут трюфели в холмистой местности где обильные дожди в весенне-летний период и влажная почва а также лиственные породы деревьев сегодня главными местами произрастания трюфеля считаются итальянские регионы пьемонт тоскана марки умбрия и французский перегор хотя встречается он и в испании германии португалии искусственно выращивать трюфель начали и в китае ах этот неугомонный китай давай брио давай брио а мне кажется я вижу аганы о да это трюфель мама мамия молодец брио дайте-ка ему лакомство посмотрите посмотрите на этот трюфель он большой да посмотрите 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 на трюфель только взгляните на него посмотрите на этот трюфель он прямо у корня нам нужно откопать его я попытаюсь достать его не повредив при этом это очень кропотливая работа будьте внимательны а вы счастливчик вам нужно прийти еще завтра утром да деньги мне не помешают но уау вау возьмите его и держите вот смотрите ландерфул говорит наталья мы нашли достаточно не маленький белый трюфель на запах на настоящая фраздяк у ля ля у ля мама мия умница брио дрессировка требует долгих лет и много терпения поэтому собаки грибники стоят очень дорого для тех кто планирует поучаствовать в увлекательном мероприятии охоты на трюфель в пьемонте отвечаем все найденные грибы принадлежат охотнику за трюфелями еще один трюфель видите он начинает копать брио 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 вау 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 пьяно 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 иногда они очень очень маленькие сейчас наталья понюхал землю он тоже чует запах трюфелей нюхал землю видите он копает тише брио тише друзья я сам нашел трюфель точнее выкопал его конечно не такой большой как первый который нашел наталья ну вот мой трюфель вот это запах это очень круто реально как находишь трюфель и тебя как химуса и переполняет тебя ура длится охота от часа до трех требует терпения выносливости и непромокаемой обуви впрочем прогулки по осеннему пьемонтскому лесу доставляют исключительное удовольствие пейзажи здесь чарующие не зря регион ланге и райера занесен в список всемирного наследия юнеско наконец мы вернулись с охоты на трюфели и последний пункт путешествие трюфели это конечно же стол а после этого он поступает к нам желудок это очень кстати простое угощение это аперитив искателя трюфелей у нас тут красное вино барбера это вино этого региона очень вкусная и легкая барбера ди асти да она характерна для этой местности а это трюфельное масло это не просто масло запахом трюфеля а масло с кусочками трюфеля масло готовится каждую неделю потому что она натуральны они с ароматизаторами у нас еще здесь на столе салями тут есть один человек который изнемогает от желания съесть эту салями но подождите немного ее сделал местный крестьянин все наше все свое и последнее это сыр рабиола рабиола это типичный сыр этой местности он сделан из трех видов молока коровьего овечьего и козьего а сейчас наступит волшебный момент взбрызнем сыр небольшим количеством масла да пожалуйста разрешите я попробую да прошу о он уже эксперт браво браво я шеф мишленовского ресторана какой секрет это прекрасный момент момент когда мы шинкуем трюфель вот наша шинковка а вот у нас здесь белый трюфель возьмем же его тот самый который мы нашли инструмент а у есть для приготовления для чистки трюфеля мы посыпаем на сыр варительно влив маслом сейчас мы будем вы готовы до 10 евро 20 евро 30 евро 40 евро каждый год гурманы из разных стран и городов съезжаются в пьемонт чтобы отведать лакомый кусочек белого трюфеля и неудивительно ведь аромат и пикантный вкус трюфелей невозможно забыть первое мое утро власти прошло на высшем уровне я продолжаю исследовать город асти грация без видства италья джокпат вот именно парни в дар титул али в дар тейкью варима сегодня мы собрали немного трюфелей но для начала в самый раз тут и правда нужен зоркий глаз за хорошую работу положено вознаграждение отправляемся на обед и будем таять от удовольствия пробуя местные блюда первый день пребывания в итальянском городе асти меня приятно удивляет но во первых мое утро прошло успешно прошло в поисках белых трюфелей далее мы сейчас переместились в город по соседству под названием маска я нахожусь рядом со средневековым замком маска и здесь расположился панорамный ресторан между небом и землей и я готов получать бесценный опыт в приготовлении очередного национального блюда гуанчо-бразата аль-бальбэра диасте как аппетитно звучит маска городок в самом сердце холмов монферрата объявлен объектом всемирного наследия юнеско здесь вы найдете место где одновременно встречается природа история культура изысканные вина и кулинарные шедевры и все это ресторан между небом и землей ты понимаешь он спрашивает готов ли я пару слов я выучил по-итальянски готовы готовы что мне необходимо делать буду готовить под руководством юрия я должен нарезать буду дорезать овощи игра гроссу на момент слушай вот этого нож у тебя какая смотри написано и риоглифы рисованы итальянский а итальянский японский настоящий японский до настоящий прям да да окей так с чего я начинаю с моркови или сельдерея и так смотри и говори правильно я делаю или нет мое детство прошло у бабушки деревне я учился я и помогал сюда на кухне поэтому видимо мой опыт накопленный в детстве сейчас как раз да незаменим при готовке до оливковое масло в италии только оливковое только оливковое а если подсолнечное если будем в россии делать и можно подсолнечное а если я буду готовить в италии на подсолнечном не скажут о не итальянец но у италия но италия гераут с итак значит теперь я все что мы замиксовали да вот так выкладываю сковородку на сковородку кстати это очень ответственно на пошел запах я очень голодный бирк выраждаю сразу скоро будем кушать как мне нравится а итальянцы то какие они добрые отзывчивые и позитивные какая температура сейчас здесь да вижу пока мы готовим расскажи пожалуйста как пришел к этой профессии повара чем до этого занимался почему решил почему выбрал имена я буду правду говорить только правду положи руку на сердце пожалуйста окей моей бабушке спасибо все время когда как и вы тоже когда маленький был все время в кухне был бабушки мешал и помогал и такая туда-сюда и потом что буду делать что буду делать ну давай попробуем поваром да вот так просто к слову сказать профессия повара в италии востребовано ведь итальянцы обожают вкусно поесть а ресторанчиков и кафе там так много что на каждого итальянца приходится чуть ли не по три заведения что касается говяжьих счетчик по-пьемонски с фланом или соусом то это блюдо знаменита на весь мир благодаря тонкому вкусу и главное нежнейшему мясу которое важно уметь правильно готовить шеф-повар юрий преподал нам настоящий мастер-класс говяжьи щечки необходимо промыть обсушить и разделить на четыре части затем с каждой стороны обмакнуть в муке слегка обжарить добавить немного красного вина для аромата и пикантной нотки соединить с овощами и тушить четыре часа именно тогда мясо станет нежным и мягким для чего но воды потому что паркер на культура на городе 3-4 часа еще надо не готовится и конечно без воды через полчаса через 20 минут всего ручка тут то если пара саша да я понял а вода и помогает не как говорится не за не зажариваться но она вручарся я понял тебя окей да на баллады до и жаке ответственно подхожу каждому действию хороший ученик молодец если вдруг надумаю переехать в металле я знаю куда обратиться а дабы не остаться без работы а у вас здесь все время одно место для вас мешаю да это все на 4 часа оставляем его в покое 3-4 часа иногда поворачиваем если нужно воды добавляем закрываю ну что совсем скоро будем наслаждаться то что я приготовил дело за мало украсить да помогай мне потому что я не знаю по правильную технологию подачи зелени какой соус будет идти к мясу соус это свой соус остается в то что мы наготовили до вначале с вином иметь ввиду это вино да красное вино вместе с жиром до от мяса которая выходит при 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 жарке юр я с тобой не поделюсь извини я хочу поблагодарить тебя обязательно запомни все действия которые я сегодня предпринимал этим блюдом инструкцию инструкцию последовательность и дом обязательно приготовлю и сапографирую также тебе пришлю попробуйте да на телефон ты посмотришь скажешь огромный спасибо грация грация сеньор грация дорогие друзья бон аппетит а мне пойду-ка пообедаю отведав блюда национальной кухни мы как будто побывали между небом и землей кухня асти радует гурманов нетипичными вкусами и ароматами пьемонта а соусы и приправы в том числе из трюфелей наполняет блюдо изысканным ароматом и вкусом на сегодня наше путешествие окончено охота на трюфели и обед удались на славу а впереди нас ждут новые приключения и неизвестная италия оставайтесь вместе с нами а а и Субтитры создавал DimaTorzok